Привет, друзья! Давайте-ка я быстренько объясню, откуда у нас в стране происходит такое неравенство, такая несправедливость, откуда у одних какие-то яхты по 20 миллиардов, а другие не могут вообще дожить до пенсии. Смотрите, у нас есть некое большинство, которое живет плохо. У нас есть некое меньшинство, которое живет очень хорошо за счет всех этих людей. Есть верхушка какой-то правительства, вот такая надстроечка какая-то во главе. Президент находится. Многие очень любят его ругать. И знаете, когда слушаешь профессиональных историков, занятные вещи они говорят. Они говорят, независимо от того, как мы относимся к президенту, поддерживаем мы его или спорим с его политикой. Но исторически так всегда было с королями, с президентами, начиная с незапамятных времен, что любой верховный правитель, он лишь является осуществителем воли правящего класса. То есть он из правящего класса, он поддерживается правящим классом и просто исполняет их волю. Если же он пытается пойти на перерез им всем, то его просто убивают. И так всегда было и приводится огромное количество примеров. То есть понимаете, так уж происходит, что вот этот правящий класс, сейчас мы поговорим, каким образом вот эта маленькая штучка правит. Как так получается, что их так мало правит? Сейчас отдельно коснемся. Но получается, у них все деньги и они продвигают вот сюда власть, вот сюда продвигают своих ставленников. Получается, что все полковники, генералы, все, которые обслуживают вот эту власть, они все повязаны. Они тут все племянники олигархов, они все какие-то свои люди, люди, на которых есть компромат, люди, которые на крючке, люди из клана, воспитанники и так далее, партнеры и тому подобное. Поэтому, если президент отдаст приказ одной половине своих помощников арестовать или казнить другую половину своих помощников, они скажут, стоп, 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 стоп. Нет, 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 мы тут все повязаны. Ну то есть одного можно найти козла отпущения. А так-то в целом мы слушаемся тут чужих приказов. Вот завтра кто-то другой захватит, просто возьмет там всю армию, пойдет и как вот был путь там в каком в 93 году, когда стреляли по Белому дому. То есть просто перезахват власти, пожалуйста, скинули одних, посадили других. Без проблем. Президента могут убить, что угодно могут сделать, могут расстреливать парламент, потому что у кого-то деньги в руках, да, и их слушаются. То есть армия начинает их слушаться, там какие-то еще силовые структуры начинают их слушаться. То есть президент самолично не может пойти против всех. И ни в коем случае не подумайте, что это видео для того, чтобы ВВ Путина вот именно оправдать, что он такой. Нет, 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 вообще не об этом речь. Речь идет о том, что вот этим ребятам сопротивляться очень трудно. Что если вас поставить вот сюда на место, наверх, то вы не сможете просто отдать приказ. И полиция просто их всех арестует. И прокуратура просто их всех обвинит. И суды всех их посадят. Потому что прокуратура, МВД и менты у них у всех, то есть МВД и кто там, и суды у них у всех в кармане. Вы не сможете так вот отдать приказ и чтобы это получилось. Хорошо, возникает другой вопрос. А почему вот эти все люди, которых много, почему они не могут вот этих скинуть? Ведь их очень мало, вот этих всех олигархов. Если все против, каким образом, да, вот возвращаемся, что правящий класс. И когда в определениях философы и историки разбираются, то говорят, что государство это инструмент для, опять же, осуществления воли правящего класса. То есть это некая такая вот насильственная машина, которая создана, чтобы подчинять себе общество, чтобы устраивать порядок в нем. И оно именно осуществляет волю правящего класса. Вот оно служит им. Вот эта вся судебная машина, там вот эта вся политическая машина, законодательная машина служит им, правящему классу. Так а как получается, опять же, что за рептилоиды? Как получается, что вот это меньшинство правит вот этим большинством? А теперь, ребята, я расскажу очень непопулярные вещи. Они вам не понравятся, но это исключительно ваши проблемы. Все равно так устроено. Взгляните, пожалуйста, вот это условные люди. Вот это вот вы. Я не говорю мы с вами, потому что я являюсь носителем других ценностей. У меня в голове давным-давно проросла другая цивилизация. То есть если меня размножить, мир будет совершенно другим. Вот это вы. И каждый из вас, не врите, каждый из вас хотел бы иметь свой бизнес, который приносит доход. Мне каждый день пишут. Торвальд, как бизнес, бизнес, шмизнесс. В бизнес-молодость все идут как конченые, как маньяки просто. Бизнес-молодость. Мне сказали, что мне помогут бизнес открыть. Из людей выкачивают нереальное бабло. Нигде нет этих всех бизнесменов каких-то после этой бизнес-молодости. Но, опять же, суть сейчас не их заругать, а просто все хотят бизнес. Что такое бизнес? Люди хотят сами не работать, а чтобы просто был доход и чтобы свободно жить. Чтобы можно было уже заниматься чем хочешь. Правда, никто не знает, чем потом заниматься. Но это уже вопрос для отдельного рассмотрения. Изначально все хотят победить свои материальные проблемы и для начала поотдыхать на райских островах так несколько лет. Чтобы морально отойти и как-то другого себя обрести. Свободного, спокойного. И вот чтобы этот бизнес работал, получается, на вас должны наемные работники работать. И эти наемные работники, не врите, что вы рассчитывали, что на вас только роботы будут работать. Таких людей очень мало, на самом деле, которые всерьез так рассчитывали. Наемные работники, они будут впахивать от зари до зари. То есть, они должны за зарплату работать, они должны ходить на работу. А вы, как владелец предприятия, владелец средств производства, вы излишек их произведенного продукта или излишек, получается, тех денег, которые им за услуги заплатили. Вы забираете себе. Ни за что. То есть, вы это как бы сами не произвели, вы просто владели этим. И за это вы забираете, за счет этого живете. А эти люди должны жить, как хотят. И понимаете, ребят, вот я сейчас крестиками вот здесь зачеркну тех, кто хочет вот так вознестись над всеми, получается, и быть где-то вот здесь. И вот так вот всех эксплуатировать. Вот так вот, чтобы на него работали, работали все вот эти люди, на него работали. Смотрите, вот этот человек хочет. Вот этот хочет. Этот, этот человек хочет. Этот, 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 этот и этот. Все хотят вот сюда, на вот это место. Подчинить других, чтобы другие на вас работали. И понимаете, когда вы находитесь в этом положении, на вас работают работники, получается, вы заинтересованы платить им меньше, чтобы самому для начала сводить концы с концами, а потом, чтобы было больше прибыли. И как сказал кто-то из известных, вы никогда не можете стать богатым, пока ваш доход, ваша зарплата, это расходная статья в чьей-то бухгалтерской отчетности. То есть, есть вот этот человек, у него фирма, у него бизнес. И в его бухгалтерской отчетности есть расходы. Это то, что он должен заплатить этим людям. И он прямо коммерчески мотивирован заплатить им как можно меньше. Только чтобы работали. Представим себе, что этот человек добрый и будет платить им сверху. Но другой человек, у которого нет таких моральных принципов, он будет платить им меньше. И все равно они пока еще не ушли. И он получится рентабельнее. Он сможет больше денег выделять на рекламу. И он получается, как конкурент, он вытесняет этого добренького. То есть, в таких условиях все равно вперед вырывается тот, кто максимально выжимает этих людей. Добреньких просто гасит конкуренция. Это так устроено. Это не вы виноваты. Я вас сейчас никого не обвиняю. Так устроено. То есть, кто добренький, у того меньше рентабельность, меньше возможностей в этой нише экономической. И все. Конкуренты задавили. Поэтому остаются самые злые. И вот эти люди работают ровно за столько, чтобы не ушли. Ровно за столько, чтобы не протянули ноги. И еще раз напоминаю. Вот сюда на роль вот этого бизнесмена хочет абсолютно каждый. Теперь вопрос. Кто станет вот этим вот бизнесменом из вот этих всех людей, сколько я их тут нарисовал? Если хочет этого каждый. Внимание, вспоминайте передачу. Самый умный. И вот здесь у нас в эфире самый умный человек из вот этих всех. Он стал бизнесменом. И он всех имеет. Он владеет теперь средствами производства. Он с них получает излишек. Он загорает на Мальдивах. И он знает, как их подставить. Он знает, как их по закону уволить. Он знает, как незаконно что-то провернуть, но чтобы ему ничего не было. Он знает. Он умеет. А они не умеют. Логично. По закону конкуренции и выживания. Самый умный вот им стал. Хорошо. Но вот этот человек развивался и стал умнее. И тоже стал таким. Но он нашел себе. Или вот этих людей позвал. Вот так. И над ними стал. Или там еще других людей нашел. И над ними стал бизнесменом. Получается, ребята, что из вот этого общества. Где вот эти все люди. Люди, 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 людишечки. Вот они все. Из этого общества. Кто умнее. Кто работал над собой. Кто получил образование и стал умнее. Тот немедленно выбегает вот сюда наверх. И начинает эксплуатировать других людей. И владеть бизнесом. И никто не делает по-другому. Никто не живет никак по-другому. Почему? Потому что мы не получаем глубокого фундаментального образования. О том, как вообще по-разному может жить общество. И как оно устроено. Вы, ребята, живете в совершенно таком. Вот однообразном таком капитализме. Вы выросли в нем. Вот кто помоложе, то все. Выросли в этом капитализме. Вы видите, как устроена вот эта система. Что общество устроено вот так. Хочешь, чтобы тебе было хорошо. У тебя должен быть бизнес. И вот доход от этого бизнеса. И все. Вот так надо. Вы не знаете других моделей общества. Вы не знаете, как еще может быть устроено. Поэтому, безо всякой вины. Да, опять же, вас никого не обвиняю. Вы стремитесь на вот это место. И каждый, как я уже сказал, стремится. И вот самые умные вот сюда поднимаются. И они, вот каждый, умнее, чем вот эти 10 или 10 тысяч работников. И вот эти люди, они сами отличные специалисты. Они сами хорошо разбираются. И на них работают классные юристы. Классные, неважно кто, помощники, замы и так далее. А кто-то здесь есть. И тупой, он просто из клана, просто родился, просто из семьи. Но все равно на него работают лучшие специалисты. И все-все-все самые лучшие. Поэтому получается, что вот это меньшинство угнетает вот это большинство. Потому что, предположим, что вот здесь опять вырос какой-то умный. И он мог бы как-то по-другому что-то сделать. Он мог бы как-то организовать по-другому. Но он не знает, какие еще экономические модели есть существования общества. Чтобы оно благополучно жило и развивалось. Чтобы всем было хорошо. Он не знает. Он вырос при капитализме. И он видит, хочешь денег, либо иди во власть воровать. Либо иди в бизнес. Все. И он тоже, вот он поумнел, он мог бы какое-то сопротивление организовать. Но вместо этого он идет сюда. И ему здесь прекрасно. И он тоже всех угнетает. Опять новый умный образовался, он идет сюда. Опять новый умный образовался, он идет сюда. Все остальные люди терпят, не доживают до пенсии, умирают. И вот это все остальное добавьте. Что вы видите вокруг себя ужасного на улицах. И ребят, пока мы не представим себе другую модель экономики в обществе. Вот так будет. Вот этот капитализм с его эксплуатацией других людей. Когда один лежит на Мальдивах, а другие должны работать от зари до зари. И вот этому плевать. Он говорит, ну так жизнь устроена. Я себе сделал хорошо, а их я угнетаю, эксплуатирую. А они все как бы не согласны, но сами хотят точно так же. И завтра обездоленному человеку дай возможность быть бизнесменом. Он сам будет эксплуатировать других. И если он добренький, его вытеснят, и он опять будет наемным работником. А если он злой, он выживет и будет вот здесь. И будет править страной. И подтянет всех генералов и всех генеральных прокуроров на самый верх своих. И в итоге президент, если захочет что-то радикально поменять, у него не получится. Вот такой загруз, ребят. И вот такая история. И в итоге давайте обучаться, давайте изучать другие модели построения общества. Ну а кто совсем уж такой целеустремленный и хочет творить великие дела, то давайте общаться ближе. Приходите в мое сообщество Государство 3.0. Хотя бы для начала на поздороваться. И будет интересно. С вами был Торвальд. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok